привет вчера был дождь я возвращался из мастерской и добротно промок я промок а бубен не промок который был в чехле а потому что чехол очень хороший качественный прорезиненная ткань которая не позволяет чехлу промокать и поэтому его можно переносить даже в сырую мокрую погоду не переживая за но к примеру иногда бывает так что в лесу вы практиковали и вас застег дождь и вы его скажем заканчиваете практику и бубен не прячете просто заканчиваете практику и из-за этого бубен намокает допустим он прям совсем на мог вот прямо совсем его или к примеру было вот какое-то очень такое сырое помещение там скажем окно забыли закрыть и был дождь и прям чуть ли ну то есть совсем влажно и бубен ну совсем и царел у него нету звука не такого не такого это вообще огонь прям балдею от этого звука от этой вибрации допустим у вас царел бубен совсем отсырел кожа стала вот так вот волночками и стало много звук только папа папа совсем не звучит и вы думаете надо его срочно высушить берете бубен под фен его или под этот возле костра или возле камина или включить побыстрее уфа нагреть это все не знаю микроволновки наверное такой большой нет чтобы так прям вот в любом случае не делайте этого остановитесь если бубен ну совсем сильно отсырел лучше чтобы он высыхал постепенно чтобы он высохнул спокойно равномерно потому что кожа тонкая большинство большинство бубнов которые я делал кожа меньше одного миллиметра толщиной и вот там где мембрана она очень быстро высыхает а там где она здесь в перегибах прикрыта ободом высыхает гораздо медленнее из-за этого получается что если вы резко начинаете сушить бубен это может ему навредить поэтому если нужно высушить прям совсем быстро вы кладете его допустим на стол сюда вовнутрь вкладываете допустим полотенечко прикрывая мембрану и спокойно слушайте сначала феном ободочек также по той инструкции которую я давал ранее чтобы кожа была теплая не горячая но теплая его так спокойно можно подсушить сначала здесь когда здесь что добротно высохла уже можно будет открыть и досушить мембрану но не в обратном порядке именно сначала ободок потом кожа если вы можете отложить там скажем на завтра дать ему высохнуть вы можете положить его на ровную поверхность скажем на стол во внутрь и можно также положить полотенце или можно не ложить полотенце можно положить кусочек пластикового какого-то пакета или так, чтобы он с этой стороны не так сильно уходила влага. В принципе, чаще всего, если, например, не совсем жесть, он прям не совсем под водопадом вы стояли, то просто положить на стол и дать ему высохнуть в течение суток достаточно. Сначала высыхает больше эта поверхность, потом спокойно досыхает мембрана. Сушите бубен правильно, если попали в деловкую ситуацию. И пусть пока он служит вам много-много лет. Мой бубен первый мне служит уже 11 лет, и я уверен, что хотя бы 11 лет бубен может быть с вами. Я слышал истории, как бубен служит и 20-25 лет, но проверю на своем опыте, смогу сказать такое же. А пока что 11 лет точно бубен может вам служить верой и правдой, накапливая энергию, усиляя свой эффект, помогая вам каждый день в вашей практике.